Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Шевелева и в предыдущем видео я вам рассказывала немного свою историю о том, как я из риэлтора стала хомстейджером. И как обещала, в этом году у нас будет несколько видео посвящено людям, которые уже прошли свой путь стейджинга за год и не только за год. Итак, сейчас я вас познакомлю с одной удивительной девушкой из Ангарска, Дарьей. И расскажи, пожалуйста, побольше о себе. Меня зовут Дарья, мне 35 лет. Чуть больше двух лет я работаю риэлтором в замечательном городе Ангарске. Численность у нас небольшая, около 250 тысяч человек. В основном базируемся на вторичной недвижимости. Новостроек не так много, как хотелось бы, поэтому то, что имеем. Это на самом деле очень круто, что в маленьком городе начали заниматься стейджингом. Ну расскажи, пожалуйста, как ты, будучи риэлтором, вообще пришла к тому, что хомстейджинг нужен? И вообще, как ты узнала о том, что есть вообще такое понятие, как хомстейджинг? Позвонили клиенты, и на уровне звонка как-то это у меня пошло. Они говорят, есть квартира, на следующей неделе давайте встретимся. Я говорю, ну в общих словах хотя бы у меня ни ссылки, еще ни фотографии, ничего не было сделано. Я говорю, в двух словах расскажите, что за квартира, чтобы иметь какое-то представление. И, в общем, то, что меня зацепило, был санузел в советской плитке. Ну, со слов клиента, санузел кафель, ретро, ретро кафель. Я думаю, ну все как бы классно. И тут же закралась мысль, думаю, а что, если вроде бы квартира, со слов, прикольная, как бы хорошенькая вроде бы, Ну, единственный нюанс, получается, у нас санузел. Думаю, как бы его приравнять к остальной всей квартире, сделать его, ну, не таким уж ретро, как все-таки вот. Как ты увидят, да? Все увидят. И начала в Пинтеристе смотреть уроки по перекраске плитки. Я знаю, что это красится, то есть я видела примеры в каких-то заведениях, что просто плитка перекрашена, хорошо это держится. Думаю, почему бы нет, мы же на продажу, нам нужно визуальный эффект, так скажем, создать, чтобы все гармонично смотрелось. Начала смотреть одно, другое, третье, и наткнулась на видео Анны Шевелевой, где она рассказывает, ну, я так понимаю, интервью с какими-то агентами по недвижимости, что это вот вы делаете не так, это не так. И я начала примерять это на себя, думаю, блин, ну а я же так же делаю, что я захожу, думаю, я фотографирую на широкий угол. Я думаю, значит, есть какие-то нюансы, то есть я их чувствовала подсознательно, но наставника как такового у меня не было, который бы сказал и носом бы потыкал, сказал бы, здесь не так, здесь надо. Вот так, и это тебя приведет к результату. И тогда я уже начала углубляться в эту тему и, собственно говоря, начала искать себе человека, который бы мне помог и подсказал все эти фишки, плюшки и так далее. Даша пришла ко мне на обучение личное наставничество и, значит, у нее был такой запрос, я работаю риэлтором, хочу, чтобы квартиры были лучше продавались, мне нужно понять, как это сделать, применить именно стейджинг. Но на этом этапе у нас кое-что пошло не так. Я думаю, что это будет очень интересно тем людям, которые смотрят, особенно риэлторам, которые вот прям, ну все, сейчас я куплю себе плюшки, там подушки, пледы и пойду расставлять, что пошло не так у нас. Первая сложность, с которой я вплакнулась, и, может быть, это связано с тем, что небольшой город, все квартиры практически у нас жилые, то есть в них люди живут. Очень мало квартир пустых, в которых мы действительно могли бы что-то оформить, расставить, и оно бы оставалось точно так же в таком состоянии на показах. Собственникам тяжело будет сохранить вот этот именно эффект, который бы они могли донести атмосферу своей квартиры именно до показов до своего конечного клиента, покупателя. Сложности еще возникли с тем, что в силу того, что этот инструмент не так сильно развит, недопонимание с собственниками, где они смотрели на меня с круглыми глазами и говорили, ну глупости, вы говорите какие-то глупости, это разве будет работать? Вы хотите сказать, что вы мне сейчас что-то переставите, что-то принесете, и мою квартиру сразу купят? Я говорила со звездочками в глазах, да конечно, давайте пробовать, давайте ставить. Ну и был у меня объект, надежды у меня на него не было, но он продался на этапе того, что мы просто начали организовывать, еще даже до стейджинга дело не дошло, мы просто начали с собственником прорабатывать, куда мы что поставим, что мы принесем, что мы унесем, и на следующий день у нас пришли и выбрали нашу квартиру, то есть мы их зарядили, я так думаю, энергетикой своей, и нашелся покупатель. Скажи, пожалуйста, ты сама сейчас работаешь над каким-то проектом вот вживую, руками, чтобы все это как бы сделать, проверить и показать, что да, ребята, это все работает? Да, как раз это был, наверное, мой второй запрос по нашему обучению, мне очень хотелось давно уже, ну то есть как я погрузилась в риелторскую тему, очень давно хотелось попробовать сделать проект, инвест-проект, инвест-ремонт под флиппинг. И благодаря обучению я все-таки решилась на этот шаг, взяла свой первый объект, на котором мы прошли и сейчас еще продолжаем проходить огонь, воду и медные трубы, и все возможные там собирания разных нюансов, которые, казалось бы, вообще не должны нас касаться, но они нас задевают. И сейчас рождается вот, наверное, мой первый проект, на котором я как раз познаю всю эту технику, весь этот инструмент. Смотришь видео, кажется, одно, а начинаешь делать, и это совсем другое. То есть столько факторов, которые не учитываешь до момента того, когда ты зашел во флиппинг. И когда ты в нем? И когда ты в нем, ты думаешь, тадам! Ну, расскажи более конкретно, потому что всем интересно, что за объект, с чего все началось, почему ты хочешь его, если ты хочешь, замебелировать, задекорировать, так скажем, сделать стейджинг, продающие фотографии и продать, потому что у тебя еще все это в процессе, как я понимаю. Все в процессе, сейчас, да, ремонт идет у нас на стадии предчистовой отделки, скоро будем наполнять его мебелью, текстилем, всякими разными уютными штучками. Началось все с того, что мы взяли квартиру большую, достаточно под ремонт. Все объекты, которые у нас сейчас в городе продаются после флиппинга, они пустые. Они красивые, классные, хорошая плитка, дорогой ламинат, но они все пустые и однотипные. Это белые стены, как правило, какой-то там под коричневенький ламинат, да, бежевенький. И под мрамор плитка, ну, там плюс-минус, может быть, еще деревянные какие-то там плашечки вставлены. А целостной картины нет. Вот только сейчас я понимаю, что я смотрю на эти объекты и думаю, столько денег потрачено на обои в цветочек, за 3,5 тысячи за рулон, а хотя можно было обедленную группу поставить, и уже высмотрелось по-другому. Покупатели, когда заходят в пустую квартиру, они не считывают большую часть, не понимают, что они сюда привезут. Если особенно это еще ипотечники, они говорят, в пустую квартиру она классная, она нам нравится. Они говорят, ну, вы нас поймите, мы сейчас платеж по ипотеке заплатим, расходы все по сделке, а нам еще надо мебель сюда покупать, мы на что будем покупать ее? Ну, можно было сэкономить на этапе флиппинга, планирования, бюджет, и распределить его не на дорогущие обои, которые, ну, вряд ли найдется прям ценитель обоев, который это все заценит, а человек, который оценит, что у тебя есть уже там спальное место, у тебя есть стол, у тебя есть там какая-то мебель по кухне, какая-то закрывающая базовые потребности человека мебель. Пусть она будет не очень навороченная, но она будет. И это решит проблему тех же самых молодых семей, которые покупают квартиру в ипотеку. Есть ли трудности в маленьком городе делать именно стейджинг, мебелировку, декор, текстиль, где это все брать или это вот просто пошел в магазин и купил? Хороший вопрос, потому что даже в нашем маленьком городе, рядом у нас, благо, есть Иркутск, большая численность населения, более развитые, есть магазины такие, как Леруа Мерлен, ну и по сути-то и все. В общем, все сводится в том, что все позиции у нас заказные. Это Яндекс.Маркет, Озон, Валберес. И даже если мы приедем в наш Леруа, где вроде выставочные образцы есть, а начинаешь их заказывать, в наличии их нет, они все позиции под заказ. То есть ожидание. Мы сталкиваемся с тем, что ожидание. И даже если у тебя что-то в рамках ремонта пошло не так, понял, что нужно что-то заменить либо докупить, разбили там плитку. Ну, я не знаю, мало ли, бывают всякие разные моменты. Ты понимаешь, что это у тебя еще накладывается две недели, потому что ты сейчас закажешь, через неделю это приедет, это сроки. А мы все понимаем, и хочется, чтобы флиппинг это был, работал на скорость. Быстро взял, быстро вложился, быстро все окупил. Молодец. Вот это самая как бы основная проблема у нас здесь в маленьких городах. Ну, как решаем, закупаем все заранее. Расскажи немножечко вот об этапах именно мебелировки в маленьких городах. Ну, сначала собиралась концепция, то есть примерные там какие-то плюс-минус коллажи были. То есть общее какое-то понимание. И пошли потом все это, мониторинг всех маркетплейсов, площадок, где заказывались какие-то основные позиции, на которых мы будем потом, ну, поставим их общим фоном, к которым будем потом прибавлять другие элементы. Да, у меня пришла кухня. В Иркутске мы купили здесь большую столешницу, которую будем потом прирезать. Также там пришли всякие раковины, стулья, диван. Мы заказали у местных производителей в Иркутске. Тоже обещали забрать перед Новым годом, но договорились, пока стоит у них, некуда поставить. Потому что весь этот объем вещей, стулья, столы, столики, текстиль весь, начиная от оконного, диванного, торшеры, картины, это все стоит у меня. Это же трешка. Флиппинг. Флиппинг, трешка. И однушка, да. Это все стоит у меня дома. Тремя словами, как ты можешь охарактеризовать хоумстейджинг? Вот так, как есть. Надо делать всем. Ну это да, если в шутку говоря, а если действительно, то это анализ, планирование, результат. Без первого и второго результата ты не получишь. Потому что нужно, как мы уже проговорили, много факторов. То есть в анализ входит это не только. Анализ конкурентов, локации, ценообразования и всего прочего. Планирование. Это не только планировка, где в новостройках, благо, не в вторичках можно делать перегородки, как ты считаешь нужным и важным. Планирование не только самого пространства планировки, планирование концепции под свою целевую аудиторию, планирование бюджета, планирование разных остальных факторов. Но я имею в виду по локации тоже, что они в себя будут включать. Правильную цену. И только потом вкупе ты получишь результат. Но результат это действительно выгодная продажа, либо сдача. И деньги своего потенциального клиента. Даш, спасибо тебе огромное, что ты поделилась немножечко своим реальным опытом. Вот то, как оно есть сейчас. И мы очень ждем фотографии объекта и результат. Только по-честному. Вот как будет, так и будет. Так все и расскажешь. Я готова к тому, что первый блин может быть комом. Хотя, как бы, все предпосылки есть, что он будет хотя бы о ладошек. Ну, посмотрим. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Я вам желаю, чтобы вы начали потихонечку смотреть на недвижимость иначе. И вы, на самом деле, очень быстро будете получать результаты. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Было ли полезно пообщаться с Дарьей? Что-то новое для себя узнали? Может быть, какие-то у вас есть вопросы. Буду рада всем ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok